барселонская собака каталонская что ты скажешь ты любишь бугунов или нет любит всем привет любитель активного образа жизни вот пожалуйста сегодня хотел записать небольшой такой ролик про то как на забежать барселоне на гору манджуик сзади за мной насколько я понимаю это здание музея каталонского искусства в общем там представлены самые известные каталонские художники с другой стороны получается тебе дабу и сама принципе барселона а еще вот здесь рядышком вот это это площадь площадь испании барселоне ну вот сейчас я хочу забежать немножко наверх по этим ступенькам разомнусь и там небольшой кружок сделаю вокруг крепости и потом возможно буду возвращаться назад ну очень пока такой план на там дальше куда заведет меня мой трек а дальше посмотрим забежать на дом дыхание не просто в принципе не так не так высоко но не переходя на шаг это сложно сделать вот я наверху самое важное какой вид открылась и скажет прекрасно сейчас посмотрим так время для панорамы хорошо а теперь дальше ну на верхнюю дочку я поднялся а теперь побегу к крепости тропинками надеюсь в этом не заблужусь и ничего страшного не будет тропой хашимина двигаемся вперед всем бег я на крепости манджуик на самой горе на вершине вот видно само укрепление между ног у меня большая пушка которая смотрит на море и на порт и и Это портовый кусочек моря, где танки всевозможные приплывают, вот их видите, там на горизонте прямо полно. Первый раз, когда я на это дело посмотрел, была такая ассоциация, как будто бы в кораблике кто-то играет и там своих трехпалубных и двухпалубных кораблей расставляет. Сейчас вот эту девчулю, что ли, попробовать догнать. Как думаете? Ставьте лайки, если думаете, что я могу. Как ни удивительно, девчуля меня обогнала и убежала, я не смог за нее зацепиться. Судя по тому, как она отмеряла каждый участок, она интервалила сегодня, молодец. Но нет худой без добра, зато она мне показала хорошее направление, то, которое не нанесено на моем маршруте. Это вот сейчас вот здесь спуск по просто такой полудикой тропке. И я так понимаю, здесь местные выгуливают своих собачек, поэтому, вот, если не подорвусь на минах, то, в принципе, могу здесь пробежать через этот небольшой лес. Очень, конечно, надо признать, очень красиво здесь. И гора Манджуек в этом смысле, она, конечно, более дико, более природная, чем Тибидабу. Здесь больше зелени, и мне кажется, летом здесь тоже нормально, не так жарко, можно всегда укрыться в тени сосны. В общем, класс, класс, класс. Вот, бежим дальше. Стоило уйти от туристических направлений, маршрутов там, от крепости, просто к строениям олимпийской, что-то, короче, под олимпиаду они строили. Какие-то там сооружения, в ту сторону побежал, из этого ботанического сада выбежал. Вообще тут нет никого, и такая панорама прекрасная, вообще офигеть. Просто бегу вдоль Барселоны, над Барселоной возвышаюсь, очень красиво. Собака бежит со мной поздороваться, я подозреваю. Сто процентов не любит бегунов барселонская собака. Каталонская, что ты скажешь? Ты любишь бегунов или нет? Любит. Увязался с бегуном и отстал от него, пока с собакой издоровался и вообще, в принципе. И, короче, забрел куда-то вообще, в тюмут таракань какой-то. Вот, на грунтовочку хоть как-то выскочил, теперь буду искать дорогу к цивилизации. Ну, кстати, очень прикольно, что, по сути, в центре Барселоны можно найти такой лес, богатый, с холмами. В общем, я почти уверен, что летом здесь какие-то грязные хиты, точно какие-то кемпы свои открывают нелегальные, пытаются. Очень здесь романтично и классно. Я столько тропок нашел. И там присутствие людей тоже есть, просто, ну, такие, дикое присутствие людей, нецивилизованное. Очень забавно видеть контраст. Только что, вот, буквально 15 минут назад я был в каком-то, ну, достаточно заросшем парке или, ну, полулес какой-то, непонятно. В общем, нет людей. Редко встречаются собачники и все. И вот буквально 15 минут и спустился. Тут такой оживленный трафик, ну, понятно, здесь уже все, просто движуха-движуха. Слишком много людей и всего остального. Всего лишь 15 минут каких-то. Моя тренировка подошла к концу. Я набегал 13 километров за 2 часа. Неспешно набрал около 100 метров вертикальных. В общем, прекрасно провел время. Надо сказать, немножко подустал даже от такого количества эмоций и вообще впечатлений, которые во время тренировки, это просто что-то, ну, просто обалдеть. Очень рекомендую, настойчиво рекомендую новые города познавать именно бегом, потому что так много можно увидеть, так много на что есть посмотреть. Тем более такие прекрасные города, как Барселона, в которых действительно есть что посмотреть. Сейчас иду восстанавливаться, пообедаю и пойду гулять теперь тоже пешком. Вообще получается, что как бы мой день, вот именно тренировочный делится на 2 части. Утром первые полу дня я бегаю, а во второй полу дня я хожу. Тоже примерно около 10 километров там примерно сегодня нахожу и так далее. Так что всем бег, будьте здоровы, с Новым годом, праздники проходят. Давайте начинать вливаться, будем в рабочий ритм и проведем этот 2020 год активно. И я надеюсь, что все будут здоровы. Всем бег, все хорошо. Всем бег. Субтитры подогнал «Симон»!